Уж заодно в этой части покажу именно эту коробочку. Анастасия Лучик просила меня показать, что у меня за крейник находится здесь. Эта коробочка у меня не только с крейником, но еще с блестящими нитками, с металлизированными нитками. Не так уж их много. Вот и все мое богатство, но, конечно, большинство из них это крейник. Начинала я с вот этих металлизированных ниток от ДМС, этой фирмы. И покупались они тогда, когда мне нужно было вышивать что-то по схеме журналов. Журналов я раньше вышивала схемки. И встречались вот металлизированные ниточки красного цвета, белый даже есть. Это тот, который соответствует белому 5200. Очень яркому и чистому цвету. Есть вот такой интересный цвет. 3747. Где-то такой, как иней, я бы так назвала. То есть здесь переливы и серого, и белого, и еще какого-то очень нежного оттеночка. Есть также вот золотой цвет. 168. Вот раньше, по-моему, он был под номером 5283 или наоборот. В общем, сейчас ничего не могу сказать. Даже вот такой мультикалор. 135. Е135. Я когда вышивала ежик, опускающего пузыри, я показывала этого ежика в вышитых работах своих. Возможно, ссылочку оставлю где-нибудь. Если интересно, можете взглянуть. Вот там пузыри вышивались вот этим цветом металлизированной нити. Но, хочу сказать, что металлизированная нить, это одна из самых нелюбимых нитей мною. Есть те, которые умело с ней справляются, но я ее, честно говоря, терпеть не могу. Я бы с удовольствием пустила всю металлизированную нить, которая у меня есть, на шнуры. Накрутила бы шнуров новогодних и была бы счастлива. Но держу, потому что, мало ли, что-то где-то нужно будет добавить, какого-то блеска. Почему я бы сейчас с легкой душой могла бы накрутить шнуры из этих металлизированных нитей? Потому что я узнала, что такое крейник. Открыли для себя YouTube почти два года назад, рукодельный. Увидев нитку крейник, я первый раз увидела ее на YouTube. Я узнала, что это такое. Я попробовала ниточку вначале в наборе. Она у меня встретилась в наборе от фирмы Mill Hill. И там крейником что-то там вышивалось. По-моему, рукодельное сердечко. Тоже могу дать ссылочку. Если вдруг кому-то интересно, можете глянуть и на то видео. На то рукодельное сердечко. Конечно, крейник и рядом не стоит с металлизированной нитью. Тут даже вопросов никаких нет. И с того момента я стала покупать крейник при первой возможности. Ну вот, если интересно, давайте посмотрим, что у меня есть из крейника. Кстати, вот тут вижу еще остаточки ниток. Это ниточки типа Виспера, которые использовались в наборе от Лансвит. Две подружки на прогулке. Вот там вышивалась шубка девушки такими ниточками. И шубка собачки. И еще у меня здесь затесалась ниточка от Мадейра. Это Спектра Джоэл. Честно говоря, еще не пробовала ей вышивать. Купила так на пробу в магазине от Золотой Руно. Просто понравился цвет. Мне казалось, такой новогодний цвет. Думаю, где-нибудь в елочке можно вполне себе пустить. И все, что осталось в других отделениях, это крейник. Наврала. Здесь еще есть у меня две ниточки, которые я получила в подарок от Виктории Бонд. Это ниточки от фирмы Гутерман. Или Гютерман. Не знаю, честно говоря, как правильно. Синенькая ниточка василькового цвета. Очень красивый цвет. И вот розовая. Спасибо, Викуль. Пока еще не пробовала, но лежат. Для того, чтобы я могла это сделать, когда подойдет их время. Давайте посмотрим, потому что Настенька попросила прямо с номерами. Во-первых, у меня есть ниточки, которые светятся в темноте. Они накапливают дневной свет и потом ночью дают такое освещение. И это чистая правда, потому что иногда я смотрю, вечером вроде выключила весь свет, задернула все шторы, но все равно на полке что-то сверкает. Ну, не так, чтобы сверкает, но светится. Понять не могу, что за светлячки. оказывается, это вот эти мои ниточки, которые накапливают свет. Это номер 052F 11 метров. Толстые такие нитки. Мне нравятся, но вот пока ищу, куда их можно применить. Брала, естественно, из любопытства. 051F. В принципе, я показывала в покупочках вот эти нитки. Я их брала, по-моему, в каком-то онлайн-магазине. Сейчас, девочки, не вспомню, в каком. 54F малинового, ой, малинового, не слушайте меня, лимонного, лимонного желтого цвета. И еще одна такая фосфорисцирующая ниточка под номером 55F. У них у всех такой карамельный цвет. Очень симпатичные. Ну, вот ищу, куда их можно использовать. В основном у меня здесь находится коллекция, не коллекция, это явно не коллекция, но четвертые номера, да, четверочки, и совсем немного есть Blending Filament. Это, во-первых, вот эти два цвета, желтенький и голубой под номерами 91-й и 94-й. есть вот такой мультиколор, желтый, переходящий в голубой, и это номер 45-й. И есть совершенно барбешный, очень красивый, розовый, сверкающий оттенок, это номер 92-й. Дальше, да, это остальные все четверочки. Почему-то у меня оказалось очень много зеленых оттенков и оттенков такие бордо, что-то розоватое, коричневатое. вот я выбирала то, что мне нравилось, вот почему-то мне нравятся эти оттенки. раз уж Настенька просила по номерам, то пожалуйста, 32-15. Это четверочки идут. 152-й. Такой медный цвет. Очень красиво. 192-й. Очень светленький, такой чуть-чуть с оттенком зеленого, холодного. Мне очень нравится. Вот этот цвет холодного зеленого мне, ну просто, вот, кстати, в одном из видео я говорила, что принесла крейник из магазина и не могу определить цвет, потому что оказывается отвалилась маркировочка. Хотя у меня есть карта крейника, я возможно по ней посмотрю и тогда уточню, что это за цвет. А так вот такой красивый зеленый. Номер 9192. Ну на крейник можно вообще просто любоваться. Вот так иногда открываешь, перебираешь. Это единичка. серебристый цвет, стандартный серебристый. 27-й. Опять медный цвет, но только чуть посветлее. Тут потемнеет, тут посветлее. вот красивейший оттенок серебристого, сине-серебристого. Под номером 25. Есть у меня еще и голубой. А, ну это восьмерочка. Вот здесь 10 метров, он потолще. Под номером 14. У меня несколько катушечек, восьмерочек, по-моему, две, что ли. Вот, вот это точно восьмерка. Хайлайтер. Или как они называются? Хайлайтер. Хайлайтер, по-моему, очень блестящие. Тоже восьмерочка, девятый номер. Ну вот согласитесь, что это сугубо новогодний цвет. Ассоциируется с зеленью, ели. Или, может быть, елки. Пятый цвет. Черный оттенок. Ну, я старалась брать какие-то универсальные. Ну, и остальные те, что мне нравились. Восемнадцатый номер. Опять синеватый оттенок. Уже потемнее. И в последнем отделении розоватенький такой цвет. Номер девяносто три, два ноля. Очень светлый-светлый оттеночек. Добавляется, мне кажется, в крылышки неплохо пойдет. Опять же, разновидность медно-розового какого-то, на мой взгляд. Двадцать первый номер. Семьдесят первый. Ну, такие драгоценные расцветки. Опять же. Опять же, темно-розовый цвет. Это семерочка. Номер семь. Вот этот цвет темно-бордовый. Темно-темный. Ноль восемьдесят. Хайлайтс тоже, по-моему, супер яркий. Это сочетание какое-то сумасшедшее. Зеленый со светлых оттенков и темных оттенков. Просто красотища. Номер восемьсот пятьдесят. Опять оттенок голубого. Как ни крути. Что-то меня в голубизну очень хорошо потянуло. Шестьсот восемьдесят четвертый. Почему я зациклилась на четверочках? Потому что ими можно вышивать, ничего не прибавляя. И мне очень нравится именно эта идея. Это троечка. Красный оттенок. Такой новогодний красный. И это темно-красный с прибавлением малинового. 0.03 Тоже хайлайт. Вот и все. Весь мой крейник. Я не знаю, может быть, вам и пригодилось такая подробная информация о том, какой крейник находится у меня. Но я очень довольна, что он умещается полностью в эту коробку. Спасибо всем огромное, что досмотрели до конца. возможно досмотрели до конца. Всем желаю прекрасного вышивального настроения и всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok